Мальчика на фотографии зовут Кирилл. Сейчас ему всего 8 лет. У маленького Кирилла задержка психоречивого развития с аутостическими проявлениями. Родители не опустили руки и занимаются с ребенком самостоятельно. Кирилл долгое время проходит реабилитацию и обнаружили родители, что есть в Самаре центр, который занимается подобными нарушениями. Кирилл очень хорошо стал реагировать на реабилитацию в этом центре. И они обратились к нам за помощью, чтобы мы смогли помочь оплатить им очередной курс в этом центре. Так как семья многодетная, им самим очень сложно. Ну и в общем-то сами понимаете, что все эти реабилитационные курсы достаточно дорогостоящие удовольствия. А для того, чтобы динамика была, их нужно проходить регулярно. Фонд про детство уже два года помогает детям, которые воспитываются в семьях, а также тем ребятам, которые проживают в интернатных учреждениях. Исполнительный директор Инна Сучкова заявила, что помочь детям может каждый. И порой небольшая история, совсем обычная просьба о помощи превращается в настоящую новогоднюю сказку. Существует программа «Здоровый ребенок», куда преимущественно входят дети из дома ребенка с патологиями здоровья. Врачи центра – неравнодушные люди. Они часто ищут клиники, порой даже в других городах, для того, чтобы в раннем возрасте сделать операцию реабилитировать ребенка. В дальнейшем такие дети отправляются на усыновление. Подавляющее большинство таких ребят находится в возрасте от 3-4 лет. И в незнакомом медицинском учреждении им тяжело находиться одним. К тому же не все клиники берут детей на лечение без няни. Не первый раз уже организовываем сбор на круглосуточную нянесиделку, которая будет с малышом, на протяжении всего периода нахождения в больнице. Она помогает ухаживать, она занимается с ребенком. Ну и сами понимаете, что маленький ребенок, который лежит в больнице, без ухода просто не сможет. Там он начинает от того момента, что у него перевязки, иногда ему двигаться нельзя, в туалет он захотел просто покричать. Все-таки это очень маленький ребенок. На просьбу о помощи люди откликнулись практически моментально. История о маленьком ребенке распространилась настолько быстро, что в фонд приходили пожертвования из Санкт-Петербурга и Парнаула. В результате собрали нужную сумму, которая превышала заявленную. Вырученные деньги также пойдут на помощь девочке, которая понадобится ей в дальнейшем, уже после операции. Хоть фонд про детство существует не так давно, его организаторы уже сумели изменить ситуацию во многих школах и интернатах к лучшему. Мы смогли оснастить кабинет для аутистов в школе-интернате Веры. Мы смогли оборудовать компьютерный класс в Рязанской школе-интернате. Было еще много мелких проектов. Ну и в общем-то сейчас новогоднюю неделю помогали подарками. Но не в интернатах, большей частью, а именно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и подарки для детей из Центра психолого-медицинской помощи, и из Центра ДЦП, и в общем-то много других подарков. Вчера я, например, передавала подарки для детей, которые находятся в Центре беспризорных. Инна Сучкова рассказала, что фонд старается помогать всем нуждающимся. Первым делом идет сбор пакета документов, где прописываются, что лечение не входит в так называемый ИПР – индивидуальный пакет реабилитации. Государство его прописывает каждому ребенку с ограниченными возможностями здоровья. Бывает и так, что по тем или иным причинам пакет ребенку не подходит. В этом случае и помогает фонд. Но, к сожалению, порой приходится и отказывать. Кому-то мы отказываем, потому что либо не можем эту сумму собрать, то есть мы не берем онкологию, у нас есть ограничения по сумме. Виной ограничения по сумме являются мошенники, которых в последнее время можно заметить на улицах, парковках или в общественном транспорте. По словам Инны Сучковой, которая входила в экспертную комиссию при правительстве Рязанской области по борьбе с мошенническими организациями, пожертвования наличными средствами собирают только мошенники. У нас есть страничка ВКонтакте, Фейсбуке, где мы практически ежедневно выкладываем отчет о нашей деятельности. Нас поддерживают многие средства массовой информации, в общем-то достаточно известные люди. Если вы введете в интернет фонд про детство, вы увидите ссылки на те дела, которые мы делаем. Помочь детям прямо сейчас может любой желающий. Для этого нужно отправить смс на номер 7715 с текстом «Сказка», «Пробел», «Сумма пожертвования». Сотворить чудо можно и самостоятельно, при том сделать это не прилагая больших усилий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».